Я очень рада, что сегодня у нас выступает парень Павел Минзенштадт. Тема, в общем-то, я не очень сильно помню, но не психологические рамки, которые я понимаю, но я надеюсь, что сегодня мы обнимаем к вопросу какие-то новые мысли и идеи, которые действительно будут нуждаться на все деньги и в этой апробации. Поэтому я с удовольствием рассказать ей слово. Спасибо, Марина Саниславовна. Итак, в центре внимания нашего семинара значительное место занимает книжная культура творчества. Но сегодня речь пойдет не только о книжной, но и газетной, журнальной, панкетной культуре в связи с особенностями публикации парламентских материалов 18-19 веков. Однако мне хотелось бы начать все-таки немножечко раньше, с конца 17 века, и привести два, на мой взгляд, важных факта, имеющих в касательство к нашей теме разговора. Первое – это выход восьми новых газет на второй день после того, как Яков II бежал из столицы, узнав о том, что Викторий Маранский рассыпался на побережье Англии. И вот представьте себе в этой ситуации, даже когда идут погромы, народ не знает, вообще не понимает, что и как, громят дома католиков, и выходит восемь новых газет. И второй факт – это он связан с 1993 годом, когда парламент не возобновил действие акта о цензуре. Закон о цензуре регулярно возобновлялся, он имел срок, но в данном случае это не была какая-то продуманная, сознательная акция. Напротив, поскольку оппозиция внесла такое количество замечаний и поправок, что в одну сессию этот закон рассмотреть не успели. А поскольку парламент функционировал на основе принципа дисконтинуитета, то есть закон, не прошедший в одну сессию, следующий должен рассматриваться с самого начала, то есть проходить все стадии обсуждения, то на следующую сессию не вернулось. И так, по факту, в Англии была введена свобода слова, свобода прессы. Однако говорить о том, что это была полная свобода и ничего не ограничено, тоже мы не можем, поскольку выпуск печатной продукции регулировал лицензионный акт. С газет и журналов взимались налоги, так называемый штемпельный сбор, каждая страница газеты обладалась налогом. И тем не менее растет число изданий. Причем уже в 10-х годах, в 18-го века, настолько велико было число вот этих газет, что публика не могла, между ними шло соперничество, да, но в то же время они уже не могли найти достаточное применение, достаточное количество читателей для своих изданий. И с 10-х годов владельцы типографии уезжают в провинцию, чтобы издавать газеты там. И в середине века в провинции издаются 24 газеты, во второй половине это от 33 до 35 газет ежегодно издаются помимо Лондона. То есть и растет общий тираж всей этой печатной продукции. То есть мы видим в лицо потребность общества в оперативной информации, скажем мы, современным языком. Причина такой потребности, на мой взгляд, объясняется несколькими теснейшим образом, прямосвязанными причинами. Во-первых, в 18-й век, ну по сути дела, с начала правления Вильгельма Аранского, Англия вступает в полосу воин с разным интервалом, которые велись. Это 9-летняя война, война за испанское, наоборот, за австрийское наследство, 7-летняя война, наконец война с американскими колонистами. И с 93-го года война с революционной, затем и при Лондонской Франции, и завершается только в 1815 году. А на фоне роста деловой активности, которая отмечалась всеми, то потребность вот в этой информации финансистов, брокеров, производителей, купцов, то есть всех, она возрастала. Люди хотели знать, что происходит, к чему готовиться, и, так сказать, быть в курсе событий, что, в общем-то, важно было для их бизнеса. С другой стороны, конечно, семьи хотели знать, что происходит там, где находится их муж, сын, брат и так далее. И вот на фоне вот этой вот растущей информации, пожалуй, мы можем сказать единственной, простите за тартологию информации, которая была в достаточной степени скрыта от общества. Это сведения о проходящих парламентских премиях и законах. В правлении Вильгельма начинается робкая публикация на свой страх и риск, публикация, выпуск некоторыми ораторами своих речей. Почему на свой страх и риск? Потому что существовали жесткие ограничения, предусматривающие и тюремное заключение, и высокие штрафы за публикацию сведения о премиях. То есть можно было узнать о прошедших премиях только по завершении сессии, в кратком, сжатом виде, и о законах общество узнавало только по факту их утверждения парламента. И вот тогда некоторые ораторы и начинают издавать свои речи. Некоторые исследователи полагают, что это было обусловлено стремлением заявить о себе перед избирателями и тем самым переизбраться на следующий срок функционирования парламента. В правлении Анны несколько ограничений были ослаблены. И вот в... А, простите, я еще хотела про конфеты сказать, что к середине века уже упрощилась практика издания своих речей в виде конфетов. И во второй половине века даже, в общем, мне попался случай, когда друзья собрали все речи, восстановили их умершего своего приятеля и издали их отдельной книгой. И, в общем, наверное, один из последних, кто издал свою речь, это был Эдмард Бёрд, посчитавший, что газеты извратили или, по крайней мере, не полностью напечатали его парламент. И так вот это то, что касается по конфетам, потому что мы уже к ним не вернемся. В 19 веке надобность этой публикации отпала сама собака. И так что происходит в 30-е годы? С 31-го года начинает издаваться журнал «Джентльмэнс Мэгазин», который очень быстро становится популярным. В нем было, так сказать, в нем освещалось все, как говорится, в именике от поэзии до экономики. И с 1938 года они начинают в завуалированном виде публиковать парламентскую дискуссию, прошедшие премии. Причем это достаточно было завуалировано. Это был отчет о ведении дел в книжнем зале общества Рудни-Буда. И премия Сената Лилии Путии. Вот. И среди корреспондентов, которые занимали места в парламенте, а надо сказать, что вот этот запрет на публикацию, он был немножечко парадоксальным, потому что с одной стороны в обеих палатах ввелся журнал заседаний, и в то же время публика могла пройти на галерею и присутствовать при любых дебатах. Ну, кроме, конечно, закрытых заседаний. И вот с 1938 года журналисты этого, несколько было человек, они начинают посещать регулярно эти заседания и получают в журнале отчеты. Первым таким корреспондентом, а может быть, это было не очень с 1938 года, первым таким парламентским, кавычка, корреспондентом, стал молодой Сэмуэль Джонсон, будущий литератор, эзерист и автор словаря английского языка. Были и другие. И в 1942-1943 году издаются истории и судебные процессы палаты общин от славной эволюции до настоящего времени. 14 домов. И тут запреты ужесточаются вновь. Здесь мы, конечно, должны несколько слов сказать о том, что Сапог представлял парламент. И прежде всего, понятно, что верхняя палата это светские духовные лоты, а нижняя палата была в связи с теми законами, которые были приняты в начале века, то есть, с одной стороны, продлившие сроку на моче парламента, а с другой стороны, ужесточившие избирательный ценз для пассивного избирательного права. То есть, был повышен имущественный, так сказать, барьер существенный и в то же время обязательно было наличие семейной собственности. То есть, на протяжении первой половины, а уже в середине веков, упрочивается вот эта ситуация, когда парламент заполнял дворянство, представители дворянства, средние, так сказать, классы были отсечены благодаря этим двум законам. И некоторые исследователи называют парламент этого времени как закрытую корпорацию. Мне даже больше нравится капклуб. Это действительно был клуб людей, связанных общим образованием, сначала в летней начальной школе, потом Оксфорд, в Кембридже, они были родням. Вот как одна дама вышедшая не так давно замуж за аристократа европейского, сказал, боже мой, они все кузены. Вот это был как раз тот случай, когда это были кузены, родственники, кровно-родственные связи, соседи. То есть, это была такая вот своя компания, скажем. и они очень уберегали свою закрытость и не желали, чтобы газеты вмешивались, особенно в ангелазм, и прежде всего до того, как вынесены их решения. И показателем, насколько они готовы были преследовать людей, свидетельствует дело Джона Уилкса. В 1963 году он публикует критику на трону Ильича Короля в своей газете. Член парламента, издавал газету, журналист. И хотя он высмеивал министров, которые по традиции писали речь Короля, тем не менее Георг III это воспринял то ли в силу характера, то ли уже в силу обозначившейся болезни, как выпад против него лично. И он велел арестовать автора, издателя и примерно их наказать. И вот парламент, нижняя палата, она просто со всем пылом принялась исполнять повеление короля. Тираж неразошедшейся был арестован, Уилкс был быстро найден, вопреки парламентской неприкосновенности он в едином лице и статьи и автора этой статьи был арестован. Потом его лишили депутатского мандата, приговаривали к тюрьмому заключению и большому штрафу. Но поскольку судьба Джона Уилкса не наша тема, хотя и очень интересная, в общем-то мы продолжим и обратимся к следующему политическому конфликту, который разгорелся уже в 71-м году. Тогда во время обсуждения оппозиция, которая все время пыталась скинуть главу кабинета, гликская оппозиция в данном случае, они передали сведения о прошедших департах о клинии в две газеты. И газетчики, конечно же, поскольку это было выходным делом, опубликовали все эти сведения. И здесь король опять заявил, что он считал это очень удачным поводом расправиться с газетчиками, и он повелел опять их арестовать и примерно наказать. В скобках заметим, что 20 лет спустя, когда его сын принц Уэльский попросил отца примерно наказать журналистов за то, что, ну, главным были также издатели, за то, что в газетах он критикуется, милицеприятно о нем отзываются, то тут уже король наученный горьким опытом ответил, что свобода прессы это такая тонкая струна, которой нужно приказаться очень осторожно и не предприняло никаких шагов. А вот в 71-м году он был настроен очень решительно, и двух издателей этих газет вызвали в парламент, они грозиты, и они укрылись в сети. В общем-то, от бессилия в парламент были вызваны лорд, мэр сети и олдермен, и в тюрьму были посажены они до конца сессии парламента. В общем-то, правительство, по сути, на мой взгляд, расписалось своих беспомощностей, потому что привилегия сети вот они нарушать, конечно же, не могли. И вот что происходит вот из этих действий власти на следующую сессию журналисты оккупируют галереи и начинают посылать отчеты о премиях в свои газеты. Это, конечно, были неполноценные отчеты. Вот, неполноценные отчеты. Почему? Потому что, стоя на галереи, сложно было услышать, что-то могли не расслышать, что-то не успеть записать. То есть, это не был, так сказать, подробный, детальный отчет о том, что происходило. Но они улавливали общее, так сказать, настроение какие-то отдельные фразы. И, тем не менее, это было очень воспребовано, это поступало в газеты, благодаря налаженной работе сообщений между городами, транспортом, благодаря дилижансам, сведения поступали в провинцию, и вот те самые 33-35 газет их уже перепечатали. То есть, эти сведения расходились по всей стране. В насмешку появившихся на галереи журналистов стали называть третьей властью. Откуда третья власть? Дело в том, что парламент издревле рассматривался как единство трех ведей власти. Это эти власти в лице монарха, лордов и общих. И вот эта насмешка она просуществовала до начала 30-х годов, уже 19-го века, когда политики на своей судьбе ощутили власть прессы и ее роль в жизни общества. Веллинг в 30-м году напрямую связал свою отставку с тем, что он недооценил силу прессы. Почему не четвертая? Потому что король, лорды и общин три власти, а пресса четвертая. Ты четвертая? Ну конечно, четвертая. Три власти. ой, прости, чебуде. А я смотрю на трое, ты улыбаешься. Это я оговорилась, простите, ради Бога, говорят, что я тервала. Вот, и завершая разговор о газетах, я хочу сказать им, насколько востребованы были именно парламентские дебаты в прессе. В начале 19-го века соперничества жду между двумя газетами. Вот они были два таких лидера, два конкурента. Это Таймс и Моним Кромиков. И вот Таймс из этой конкурентной борьбы выходит победительницей. Почему? Потому что издатель Таймса первым начинает посылать в парламент стенографистов, и их отчеты становятся более полными и более подробными. На мой взгляд, тут надо еще добавить усовершенствование печатного дела, но, по мнению специалистов, именно это сыграло решающую роль в победе Таймса. И газеты продолжают вот это очень подробно, кто более, кто менее, но все газеты обязательно освещают парламентские дебаты на протяжении девятнадцатого века. Параллельно этому с семьдесят четвертого года начинается издание журнала. То есть первым становится Джон Элман, который в свое время, по некоторым сведениям, был одним из корреспондентов Джентльменс Мэггазин. И вот он начинает издавать журнал, о парламентарии регистра, который целиком посвящен освещению парламентских дебатов. Ежемесячный журнал, он выходит, дело очень прибыльное, через некоторое время он его продает в большой прибыль. Но одновременно начинают издаваться и другие журналы, где менее, более подробно, но парламентские премии освещаются не то, что день за днем как пресса, но во всяком случае раз в месяц они дают эту информацию. Вплоть до чистой литературного журнала Ботского мы найдем информацию о премии. я еще один журнал упомяну, очень любопытный, он назывался «Жикейский клуб» или «Рассказ о манерах нашего века». в свое время как «Джентльменс» написан вот это завуалированность, он сохраняет немножко завуалированность вслед за ним, но она заключается в том, что фамилии докладчиков обозначаются буквами, но зная людей того времени, очень легко, совершенно нетрудно угадать, кто это, что это и кто что говорил и по сути вот он единственный, мне больше не встретилось издателем вот этого журнала, он предваряет текст самих дебатков и понятно, да, «Жикейский клуб», что творится в нашей конюшне, ну вот, и он предваряет пространным размышлением о времени о себе очень любопытный вот эти размышления. И сами приня, как я уже сказала, несколько были завалированы, но это был такой больше, я бы сказала, уклон гемористический взгляд на генетические события. Комиксы, что ли? Нет, комиксов рисовали. Именно журналисты анекдотов. Нет. А журналисты от себя делали? Когда вы завалили на все? Нет, я не умею. Я думаю, нет. Я как-то в это не погружалась. посмотреть. Значит, вот Лондон магазин, Лондон магазин, вашу праздную, парламентарий магазин, вот издатели этих журналов стремились осветить только наиболее важные события, наиболее важные выступления, в то время как сами журналы повторяли удачный опыт Джентльмэнс Мэкетсен, который существовал практически на протяжении двухсот лет, когда там было обо всем, от экономики до поэзии, в чем эти журналы, читатели могут подчеркнуть разнообразнейшие сведения, в том числе банкротства, буквально поэзии и литературы, банкротства, преступления, которые наиболее яркие были совершены в это время, давались сведения о заключении браков, рождении детей, смерти, в том числе давалась информация о выпущенных книгах и небольшие даже не рецензии, а такие резюмены, я так сказала, то есть там можно было подчеркнуть сведения обо всем, обязательным парламентские материалы стали в Эмил Реджистер и так далее. То есть по сути дела мы можем говорить о том, что в последней третье, по крайней мере последние 20-летия до 17-го года происходит своеобразный журнальный бум и одной из важнейших тем в этих журналах становятся парламентские племии. История прессы дает нам чрезвычайно любопытный срез жизни общества. Прежде всего в силу тех функций, которые пресса отмечает в обществе. Они теснейшим образом между собой взаимосвязаны. Это информация, влияние на общественное мнение и отражение общественного мнения. И вот что касается газет, журналов на протяжении всего 17-го века, то мы можем сказать, что вот тут вот это их теснейшее взаимодействие мы видим нагляднейшим образом. То есть информация о парламентских племиях явилась откликом издателей на потребность общества знать, что говорят их представители. То есть как писал один автор в 80-е годы, народ избрал своих представителей, он дал им наказы, и он хочет знать, что они говорят. С другой стороны, публикация этих материалов приучает общество к чтению, к ознакомлению с этой самой информацией. то есть с привычкой знать, что происходит в Лондоне в парламенте, кто выступает, какие произносят речи, какие доклады и какие наконец принимают закон. И вот это распространение газет о стране, распространение этой информации по стране позволяет нам говорить о той роли, которую пресса сыграла в эти годы в формировании национальной идентичности. то есть люди чувствовали себя жителями одной страны. Это с одной страны, с другой страны безусловно мы видим формирование сегментов как гражданского так и политического самозазнатия. И вот благодаря этому мы можем существенно скорректировать утверждение Джонатана Клавка о том, что Англия 18 века это общество старого порядка. Мы видим те новые тенденции, которые происходят в жизни общества и едва ли полностью мы можем с ней согласиться. И с другой стороны мы можем скорректировать и утверждение известной английской исследователем Дзинейн Дакуны, то есть малоуважаемой она историк исследователя. Она пришла к выводу, что формирование эмоциональной политичности происходило в период форум-соеверационной империумской франции, когда страна стояла перед угрозой ухожения и напрягала все свои силы. То есть этот срез, один фактор этого среза жизни общества позволяет нам делать такими выводами исходя из рассмотрения самого факта публикации парламентских премий. Собственно, общество и издатели были подготовлены к более обстоятельным публикациям и они начались с 1802 года. В 1802 году Уильям Купет, человек чрезвычайно любопытный и интересный. Его жизнь, на мой взгляд, могла бы послужить сюжетом ни одного авантюрного романа. Он приступает к изданию своей газеты «Политикал Реджиста». И приложением к ней стали парламентские дебаты и вслед за ним парламентская история. Парламент Реджиста она так обычно и упоминается вслед к ним опыт с парламент Реджиста. И хотелось обратить внимание, что историю парламент приходит с 1066 года, с древнейших древних. Если мы видели, что в середине лета история парламента от славной революции отчетки, то здесь уже отчет идет с 1066 года. Надо сказать, что через 6 лет Джошуа Уэллсона публикует биографии коммунаров, членов Нижней Палаты. И он в предисловии пишет, дает такой небольшой очерк истории парламента и ссылаясь на мнение историков, он пишет, что история парламента начиналась с древнейших времен, с завоевания англии, немецкими временами, которые и принесли это в парламент. То есть они как бы соединяют вот это вот собрание знать из монарху, они рассматривают его как парламент. Вот так метаморфоза происходит. Вот в чем заслуга для нашего разговора Вильяма Кобетта. Именно он сделал тот формат дебага, который нам известен и сегодня. то есть это текст разбит на две колонки на каждой странице. Очень мелкий, очень уголистый текст. Каждая колонка пронумерована. Некоторые исследователи при ссылке на историю и на парламент пишут пол колонка. Но если внимательно посмотреть, то в содержании над столбцом написано пейдж, то есть страница. В реальности, если бы корректно и точно, то правильнее было бы все-таки писать страницу. И вот в таком формате он начинает предсдавать дебаты и парламентскую историю. В 1810 году Уилкс приговорен за статьи против правительства к очень высокому штрафу 1000 фунтов стернули и два года тюрьмы. Ну, это для него не первый раз в его жизни, когда закрыли дозу и так далее. Он приговаривался и к штрафам, и к заключению. И через два года, выйдя на свободу, он передал права на издание и истории, и дебатов Томасу Хэнселу. Он сохраняет формат издания, и истории, которые он завершает, и дебатов, и при этом он сохраняет цвет. Обычно в литературе пишут красно-оранжевые, может быть он выцелел за это время, но на меня он производит красно-барновый все-таки оттенок, а не оранжевый, и он продолжает это издание. Томасу приходится выдержать конкуренцию с одним из журналов, к сожалению. У меня просто полетел этот текст, я его потом по памяти так восстановила, но полетел этот журнал, вот, он с одним из журналов продолжает на протяжении 20-х годов, вот, такая конкуренция, но издатель был небольшим, несерьезным конкурентом, потому как это были не очень подробные материалы, но публики они нравились в силу их легкости. Уже с 29-го года имя консерта стоит на титуле, в 40-е годы он становится официальным парламентским издателем, а в конце века его наследники прекращают издание дебатов как семейное тело. С 909-го года, хотя дебаты продолжают публиковаться, с 909-го года их разделяют на две палаты, то есть это отчет палаты ложь, палаты общая, и меняется цвет на синий. И вот так мы можем встретить ссылку на то, что синие книги том топотов. Это ничто иное как продолжение тех самых парламентских дебатов, которые начали еще времен годы. И в общем-то в конце я хотела бы остановиться на двух таких, на мой взгляд, важных вопросах. А собственно говоря, какое значение для современников имела вот эта публикация? как я уже говорила, для 18 века это была потребность знать. И очень любопытно, если мы посмотрим первые годы, первые столетия функционирования парламента, который все-таки не с тысячи, в 66 годах реально, существовало, то первые заседания свелись к тому, что разбирались петиции. И благодаря вот этим петициям власть имущей могли получить информацию о том, что происходит в обществе, что творится по сути дела был единственный реальный такой достоверный источник информации с места. То уже мы видим в 18 веке настоятельную потребность знать, что происходит во властной сфере. Однако в 19 веке мы наблюдаем и иную картину появляется стремление общества влиять на законотворческий процесс. И вот это влияние я стремненьшим образом обозначилось уже в 15 году, когда парламент в срочном порядке принимал закон о хлебных законах. Новый хлебный закон, направленный на сохранение, на поддержание высоких хлебных цен, которые поднялись в связи с континентальной глокадой наполеовой безбойной. То есть цены на хлеб неимоверно возросли, а поступление дешевого зерна грозило разорением и фермерам, и земным верлодельцам, то есть значительным большинством населения. По процедуре сначала вносятся предложения, если оно одобряется, то уже биль начинает рассматриваться в три раза нижний, полетий, вверх и так далее. То есть первое чтение биля о хлебных законах произошло 1 марта, уже 2 числа поступают первые петиции протеста. То есть вот она оперативность информации. Горожане протестуют против этих высоких цен, против этого старшего последнего протекциониста закона в истории страны. Но тем не менее, как мы знаем, он был принят. В начале 30-х годов, период прохождения билей о 1-й парламентской реформе. Ведь мы видим, какую роль огромную играла пресса. Причем не только в жизни горожан, но мне встречались сведения о том, что деревенские жители посылали, отрежали своего конца в лес лежащий город, чтобы он купил газету и принес свежие новости, что там происходит, что в парламенте происходит. Накануне важных заседаний проходили, организовывались шествия, митинги, направлялись петиции. Узнав о нежелании членов парламента сначала нижней палаты, потом верхней, идти на уступки, то уже сначала собиралась огромная толпа вокруг здания парламента, чтобы первыми узнать результаты этих голосований, то уже на следующий день в газетах появлялись эти сведения и опять уже в качестве протеста, если до организования в качестве поддержки правительства, то после в качестве протеста опять-таки организовывались шествия и митинги. именно в это время Таймс, как мы знаем, уже предвидевшие Моин-Кроников, становится ведущей британской газетой. И вот мы опять видим предпочтение влияния общественных настроений, их воздействия. То есть тираж Таймса в это время достиг статтысячного рубежа, то есть ежедневный зал, сто тысяч сочетается. консервативные едва набирали 10-12 тысяч экземпляров. То есть вот оно, влияние общественного мнения обображалось через покупку той или иной газеты. Еще я приведу такой любопытный пример, раз у меня немножечко есть времени. Любопытней же, на мой взгляд, пример, как жители одного небольшого избирательного округа отказались избрать, переизбрать, вернее, своего представителя в Нижней Палате на основании того, что его имя ни разу не встретилось ни в парламентских дебатах, ни в обчетах комитетов и комиссий. Что вы там делаете в Лондоне сказали? Хотя это был представитель крупного клана, и клан тут же начал суетиться и подыскивать другое местечко, и это было их собственное карманное местечко, но люди взбунтовались. Он там не отражает, не защищает их интересы. Я просто выпустила, прошу прощения, еще одни публикации парламентских материалов, а именно отчеты докладов и комиссий. Еще со средних деков сложилась вот эта практика, что какой-то вопрос спорный или обследование какое-то проводит специально избранный комитет, специально избранная комиссия или назначенная комиссия, но обычно назначенная это была обычно королевская комиссия. И надо сказать, что они обязательно писали доклады, обязательно отчитывались, даже секретные комиссии. Хотя в содержании не было, но мне встретился отчет на закрытом парламентских дебатах, отчет о секретной комиссии, которая докладывала парламент, все это было напечатано. В общем, очень любопытно. И вот они печатли в достаточно большом количестве, причем настолько большом, насколько я понимаю, чтобы все члены парламента могли ознакомиться с работой своей комиссии, по крайней мере депутатский корпус. А это 558, если я не ошибаюсь, человек в XVII веке и 658 в XIX после объединения с Ирландией. И конечно это был избыточный такой тираж и иногда кто-нибудь купивший на рынке у торговки какой-то товар мог обнаружить, что он завернут в страничке от этого отчета. Но тем не менее, и так раз потому что многие отчеты потерялись, и тем не менее некоторые значимые отчеты читались и на них общество реагировало. я приведу это отчет комитета Майкла Селтера об исследовании положения с детским трубом на фабриках. Сама работа комиссии, то есть комитет был назначен, общество было информировано и там, куда приезжали представители этого комитета, туда просто стекались рабочие, они собрали огромнейший материал и вот я бы сказала вот такая обыденность вот этой ужасающей эксплуатации она просто взорвала общество. Просто взорвала общество и если до этого регламентации фабричного труда не было, поскольку закон 19-го года он только рекомендовал проветривать помещение иногда, то уже в 1933-м году принимается фабричный закон вопреки оппозиции хозяевам фабрик принимается закон об ограничении детского труда. Вот этот отчет он стал наиболее известным из отчета в истории страны. И наконец завершая я хотела бы остановиться на вопросе таком которым не все дадут столь однозначный ответ как я, какое значение история парламентская, парламентские дебаты, парламентские премии в прессе, какое значение они имели для исследователей? В общем-то, почему возникает этот вопрос, потому что я знаю серьезных историков, которые достаточно пренебрежительно относятся и к парламентской истории в силу того, что она источник вторичного характера. Конечно же, все эти дебаты были восстановлены на основании каких-то других материалов, может быть, и журналов обеих палат, но мне кажется, в ряды, потому что это была достаточно закрытая информация. То есть можно ли обойтись без парламентской истории для XVIII века, без парламентской дебаты для XIX века? На мой взгляд, полноценное исследование по тому и другому веку, оно невозможно без исследования парламентской дебаты. Прежде всего, чем, на мой взгляд, интересны оба эти издания? Мало того, что это, по сути, дело летопись политических дискуссий, сессия за сессией, десятилетие за десятилетие, но это еще обсуждение законопроекта, аргументация сторон, расстановка сил, характер поправок, то есть для того иного закона это бесценный для. Кроме того, это те дополнительные исследования, которые публиковались в парламентских дебатах. Это список избранных на новый срок полномочий парламента коммунга с указанием их округов. И это тоже очень любопытные исследования. по совету Юрина Мельченко я посмотрела первый по реформенной парламент в 1933 году. И что я увидела? Наиболее известные радикалы, выступавшие за сокращение, за ликвидацию карманных местечек, были избраны именно от мелких избирачных округов. Вот такая ирония. То есть, кроме того, петиции до тех пор, пока парламент не вынес решение не рассматривать петиции, что он в общем-то был связан с огромным потоком, который просто они не успевали рассмотреть. Не потому, что они не хотели обсуждать первую петицию чертистов, а просто к этому времени уже было пленит по такой же. Но публикация поступавших петиций с указанием количества подписей в войне оно тоже дает очень любопытные сведения об обществе того времени. То есть, невозможно ни по социальному, ни по политической ссоре навязать такого полноценного добротного труда, на мой взгляд. И кроме того, вот как я уже сказала, вот это своего рода летопись политических дискуссий она открывает широчайшие возможности для исследования интеллектуальной истории эпохи, потому как перед нами я недавно так на ваш взгляд оказалась, отвлекалась и рассказывала, что такое парламент 17 века. То есть, перед нами высказывание репрезентативной социальной группы по широкому кругу вопросов. И это дворянство практически 18-й и скажем так 2-3-19-го века. Но потом мы имеем в виду уже имеем в распоряжении высказывание среднего класса и рассказывание представителей рабочего класса или европейской партии. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Прошу прощения за оговорки, потому что я пыталась смотреть по-моему. Спасибо. На самом деле за отношения трех людей власти и четвертой власти они всегда были очень простыми и насколько вот эта летопись политических дискуссий о которых является реальным отражением того, что происходило, каким образом эта летопись формировалась, какие скажем так чьи интересы отражались в этой летописи. В общем, вопросов здесь на самом деле может быть очень много и если позвольте, то мы как всегда работаем в обычном режиме, то есть задаем вопросы, обсуждаем и в общем ничто ни на что не делится. То есть хочется высказать мнение, значит нужно его высказывать, но конечно хотелось бы сначала выслушать вопросы. Вопросы, может быть конкретные вопросы по данным материалу, которые мы сейчас услышим. Пожалуйста, какие-то 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 На вашей лаванюзе не пытаются. Аню на святерские характеристики, конечно, еще конкретные вопросы. У меня есть небольшой вопрос, поскольку законы, которые были в Англии и они в общем самые ранние относятся к середине 13 века, вот эти законы они официально были все зафиксированы. Вот я хотела бы спросить, вот меня очень удовлетворила вот эта полнота жизни страны, вот в том времени, которое вы дали. И вот я хочу сказать, что если ваш взгляд, вот это совершенно потрясающе, что когда историк, ученый, он видит другие совершенно какие-то моменты, он увлекается, и таким образом возрождается вот живость такая, вот как будто бы это все происходит совсем недавно, вот, и что все реально, вот так, вот это, так сказать, тот ракурс вот этой работы, которую проделала Марина Павловна, я хочу сказать, я хочу сказать, что он очень важен, когда ученые оживляют вот эпоху в те отдельные вот времена, отдельные периоды, и таким образом возникает новое освещение. вопрос, вопрос, а вопрос, он заключался в том, что, это вот очень важный вопрос, что вот те законы, которые рождались, которые должны исполняться, вот как вы их связываете с изменением общества и его построения вот в том периоде, который вы освещаете. Вот, это очень важно, потому что англичане эти законы все цели, это записано, они записаны, вот, но когда их надо было не выполнять, вот в частности в отношении к Ирландии, то они совершенно забывали о том, что эти законы существуют. Вот как вы оцениваете вот эту сторону? продуктов. Если вот запрет на публикацию не был снят, он не был отменен, да, не знаю, в 71 году когда-то был политический кризис, о котором я говорю, то ведь запреты не были сняты, и тем не менее вышли на галерею, показались на галерею журналисты, спокойно записывали, передавали, и не было никаких переследований. А что касается законов, ну, законы были очень разные, принимались разные законы, публиковалось, пили законопроект скомневался законом только после подписания короля, и информация поступала уже о нем, как совершившемся установленном законе, то есть это было. Но и были нарушения, причем они вот... Но дело в том, что парламент, что касается законов о прессе, то парламент очень следил за всеми публикациями, я привела пример два случая, но довольно часто парламент как судебный орган призывал и рассматривал какие-то нарушения связанные именно с лицензионным актом. Это было обязательно. Но вот это нарушение уже никто больше не пытался рассматривать. Спасибо. Еще вам расскажут. Вот у меня два конкретных вопроса. Представляете, потому что динамика численности газет и журналов безусловно менялся на протяжении 18-19 веков. А как она была? Как она менялась? Ну, хотя бы вкратце вы могли бы сказать? Ну, как она была? Сколько журналов выпускалось в начале, в середине, в конце? Примерно в этом году? Понимаете, дело в том, что у меня прилетел этот текст, который я написала, где у меня там есть эти сведения. Но то, что в середине 18-го века, я просто очень хорошо помню, было 24 провинции и где-то в районе 15-ти только в Лондоне. 18-го в середине 18-го. При этом это были очень разные газеты. Это были, допустим, они выходили три раза в неделю, какие-то только воскресные, до провинции 24. Во второй половине века, в 19-м надо смотреть. Конечно, число газет резко увеличилось. Вот, как вам сказать, потому как сейчас проведены исследования, просто подсчитан тираж по годам этих газет, и на ближе веков он превысил 10 миллионов земляров и продолжал возрастать. И путешественники, побывавшие в Англии, ну, скажем, середины 19-го века, они просто отмечали, что день англичанина начинается с газеты. И если мы обратимся к художественной литературе, к тому же моему, к рассказам, особенно в колониях, да, они соблюдали эту традицию, и вот получив за полгода газеты, они, значит, их день за днем они их читали. То есть вот эта вот традиция, она уже угренилась, и в 19-м веке, сначала в 30-х годах была снижена пошлина на бумагу, а в 50-х годах с газет снят налог. Но общее число очень трудно подсчитать, потому что все общественные движения имели свои газеты, а некоторые и не одно. В 18-м веке 70-х годов аболиционистское движение. Они издавали журналы и печатали другую продукцию, разные плакаты, еще там, для всех слоев населения, для мужчин, для женщин, для детей, где рассказывалось о том, как страшна рабовладельность и работорговля. В 19-м веке возьмите любое общественное движение, и фритрэгеры, и чертисты, и борьба за фабричное законодательство. Вот они все издавали свои газеты. Это помимо остальных консервативных, либеральных, радикальных, какой-то общества возникало, но и могу издавать свою газету очень непродолжительное время. Тот же, в общем-то, такая очень любопытная фигура, как Джеймс Силк Бекингем, который боролся с Остенской компанией, он приехал из Индии в Лондоне и приступил к изданию своей газеты. Это не оградить, ты просто заявлял, что ты хочешь это опубликовать, и начинал издавать газеты. ее покупали, ты процветал. И были, кроме того, до отмена налогов, были так называемые нелегальные газеты. Это газеты, которые не платили, издатели, которые не платили налог, а издавали без смартфон надо. Нужен вопрос. Скажите, пожалуйста, кто финансировал издание газеты «Дело не дешевое», кто финансировал такой вот газетный бунт? Это были частные газеты, это были какие-то партии деньги. Каким образом шла организация финансивная? Газеты доходы не приносят. большое заблуждение, что газеты приносят такую. Дело приносит. в 17-м конечно. Это было такое за счет другого. То есть тогда же рекламу не на 10 делай. вы получали все сведения о рынках, о ценах, о преступлениях, кто женился, кто банкрот. Вот этих газет было много. Поэтому они поехали в провинцию, что они уже не выкупали, они не получали вот такое. Кто был организатором предприятий в основном? Я скажу так, что в разных случаях, по-разному, по-первыху. допустим издатель Gentleman's Magazine он сначала пытался уплечь уже издателей вот этой идеи вот такого журнала всяко-всячно. и когда никто не откликнулся, он как-то нашел деньги. Но издание мгновенно принесло ему деньги. Его издавалось почти 200 лет. Он прекратил свое существование в 1922 году. Но были проправительственные издания, которые получали разрешение спикера на публикацию какой-то информации о дебатах. И в то же время, как было выяснено, субсидировали и проправительственные, и антиправительственные процессы самоправительственные. Сведенные об этом. То есть интригу, то есть самую интригу, так сказать, народы новостей формировали правительство. Да, но при неожиданности, да? Вот Джон Уилкс, ничего нового, ничего. Джон Уилкс, я говорю, это все уже было. Джон Уилкс, он, допустим, издавал свою газету северной британнице. Это была абсолютно неинспирированная лигами, отстраненными Георгом Третьим от власти. Она была инспирирована ими. Она защищала их позицию. Это очень четко. Она была в противовес газеты, которую придумал глава кабинета британец. Вот так сказать, вот они заявили о себе там северный британец. Подчеркнув его в шотлазе. старалась. я здесь тоже такой довольно открытый вопрос. А вот внешний вид газет в Англии в XVII века, насколько он близок к современным газетам, сколько отличался, какие разделы там можно выделить, передовицу, подвал и так далее. Ну, подвал в ряд, фармак, оно это было так, вот то, что я видела, это вот такой небольшой формат. А3 скорее, да? Да, чуть больше А3, и там было все, то есть то, что покупал, то, что хотела знать публика, да, иначе это совсем не выгодно. Но в свое время тот самый ковид, что он сделал, он свел формат до объема памфлета своего политико-лороджиста, а он, памфлеты, они не облагались налогом, и поэтому в период борьбы за парламентскую реформу в 16-19 году малые мучные слои получили свою газету, где он пропагандировал идею о парламентской реформе. То есть вот это вот история пресса безумно интересна и сама по себе, но без общества она, конечно, менее интересна, чем когда смотришь вот эти вот вещи. История пресса все время занимает внимание исследователей в большей меньшей степени. Это вот мой следующий вопрос, что в историографии наверняка эта тема довольно широко представлена. Насколько вам удалось нащупать какой-то оригинальный вопрос, на который еще ответ не дано. Потому что исследований, я думаю, на эту тему довольно много. В общем-то исследований даст, я бы не сказала, что вот хотела поступать больше, достаточно достаточно есть полная история именно газет. Это их история. Это не освещение вот парламентских нету. Это вот собиралось по крупицам. Просто история издания этой газеты. вот так вот. Прекрасная издала Таймс к столетию своего выпуска. Прекрасное полноценное издание, очень хорошее, такой бог, томное, красивое. Вот. Она уже тогда, конечно, была европейской газетой. Вот. Много занимались, опять-таки, скорее, вот в количественном числе, в количественном плане. пресса 18-го века. Вот, на мой взгляд, два таких момента. Первое, это когда Хабберман заявил, что формирование гражданского общества в Англии началось в начале 19-го века. Это спровоцировало огромный интерес к истории кофеен, клубов, то есть стремление показать, что нет, вот эти сегменты, они не тут, они еще в 17-м виде появились. И в ракурсе вот этого направления была и история прессы, когда люди, так сказать, вот собирали по купицам сведения об этих газетах. Мне попалась очень непопытная интересная работа, как раз то, что интересно мне, это была как раз работа пресса и общества. Вот это началось, вот этот ракурс появился, я очень рада, когда наконец общество и пресса соединились. Да, кто хочет? Синие сад, у меня вопрос, касающийся источников, колоссохранность газет, верналов, насколько они доступны в России у нас, и где с ними можно работать в сети. есть. Во-первых, пощупать очень хочется, это очень интересно. Они разбросаны, они разбросаны. Восемнадцатый век очень скутно, очень мало, не лишь, вот, я бы сказала, последняя треть восемнадцатого века. Это представлено в нашей общественно-политической библиотеке, которая теперь соединилась с исторической библиотекой. Но не встречались газеты и в архиве древних актов газеты начала девятнадцатого века. Не встречались там, а вот журналы абсолютно, вот все эти журналы, которые творили, можно найти, они выложены в интернете. Вот эти публикации мне просто не дали биографии, мне не дали, написали, извините, библиотеке, она в реставрации, вообще, вам не дай бог, и я на всякий случай набрала, она у меня выскочила, я, безумно интересная, такое, но абсолютно, вот, в общем-то, больше, конечно, парламентом занимались вики, они доказывали, сначала, что парламент главное со славной революцией, потом они уже в конце века и начале следующего заговорили об его истории с 1066 года. А вот, а история тоже она выложена, история Кобита выложена в интернете, и парламент в интернете, в интернете. Ну, в интернете, выходы, выходов, вообще, столько, может быть, из этой темы, да, то есть, ну, типа, вопросик, может быть, очень, может быть, конечно, так все. Еще один вопрос, вот вы сказали, с одной стороны, рост интерес общества к теме, как дебата, и становилось больше газет, а с другой стороны, через какое-то время, газеты появлялись на рынке, в таком, заворачивании, Нет, это не газеты, это вы не раз слышали. Я думаю, газеты тоже потом использовали для чего-то. Это доклады комитетов и комиссий. А можно говорить о том, что в какой-то момент поступило перенасыщение информации? Но для того времени вряд ли мы можем говорить о перенасыщении, что касается 18-го и 19-го века, поскольку все-таки росло число грамотных людей. Вот на рубеже... А тебя же какие? Можно как-то понять? Кузык конкретный, газеты. Ну да, непорядок. 100 штук, 500 штук. Вот центральная газета, которая, да, то есть на какой культур читателей были рассчитаны? На сколько шелки культур читателей? Я посмотрю обязательно, где мы выходили, да? Вот в период парламентной борьбы за парламентскую реформу, да, «Таймс» достигла 100 тысяч и перешагнула очень быстро, набирала. Она остановилась в европейской значимой газете. Консервативные издания в эти 30-е годы, в борьбе за первую парламентскую реформу, они были 10-12 тысяч. То есть вот такие тиражи. Но это 19-й век. В 18-й, к сожалению, вот как у нас это положено, у них не пишут. Это вот нужно действительно... Типологи не стучат. И дело в том, что, насколько я знаю, заявку о том, что будет такой-то, вот буду издавать такую-то книгу, это вносилось в какой-то реестр. И я думаю, там, в этом реестре, где-то спрятанном за 18-й век, и можно найти вот количество экземпляров. Но это все зависело, конечно, от количества людей, широты вот этой публики, на которой было рассчитано. И дело-то тираж стабильный? Нет, конечно. Скажем, то есть они понимают, что точно сейчас это будет бомбы для общества. То есть раз, так тираж, 100 тысяч, а потом там, ну, так, обычный проходной номер, да? То есть это... Нет, там же, да. Ну вот я думаю, что эти две газеты, которые получили в среднем в 71-м году, а прошедших премьер, такой свежий тираж, я думаю, не был большой тираж. Но вот совокупный тираж в середине 18-го века, это где-то 7,5 миллионов газет. А не указывали, да, тираж у себя? Да нет, вот, заполнительный случай. Это надо только искать. Я, к сожалению, я просто представлю России, я не знаю, когда вам была первая перепись в Единалу. Есть какие-нибудь цветы, которые там несколько было грамотных читателей, и сколько были тиража? Ну, там, в общем, они не считают грамотных, они, им важно было количество населения, в 1801-м, если я не ошибаюсь. Вот. А грамотных подсчитано, и вот та самая Линда Куля, которая, я говорю, она как раз, исходя из грамотности, в том числе и на грамотности, где-то 25-30% мужского населения, потому что были не только британские школы, были разные учебные заведения, я не беру элитные, да, датные творянства, которые, естественно, по англиканскому должны быть грамотны. Но были всякие академии, сектантов, да, десентеров, тех, кто не исповедовал англиканскую элитию, они, их дети, не могли посещать, они устраивали собственное учебное заведение. Поэтому... Да, я к тому, что от меня Маша сказали, с Палонтаном, сколько до земли находилось не человеком, ну, насколько... Ну, сколько это даже, наверное, можно поискать, посмотреть, потому что где-то в районе миллиона уже в тысячи... Вот на рубеже 18-19 веков, и там было огромное количество бедноты, поэтому... И в то же время там было собрано знать. Знаете, у меня еще английский вопрос со стороны английской. Мне очень... Я набрали, когда вот я работала в партии вот англии. Вы знаете, я не была потрясена тем, как они относятся к своей элите. Вот, значит, вот, Марина Павловна, что вы... То время, когда смотрели газеты, как вы чувствовали, как рассматривается вес вот в жизни Англии и при создании парламента? Они очень носятся с тем, что у них люди... Есть элита всегда, и все остальные этому подражают. Вот, что вы можете сказать о том, что вы еще дополнили вот при изучении документов? Что вы можете сказать о том, как элита влияла? Ну, я знаю, что в этом ракурсе я не смотрела, мне трудно сказать. Ну, они просто носятся в церкви темы. Вот, да. Поэтому я хочу сказать, что у них этикет, вот, поведение, вот как они... Этому подражает абсолютно все население. И поэтому кажется... Ну, я не думаю, что сейчас именно так слишком становится размытым само население. И если говорить о XIX веке, допустим, есть прекрасные исследования Непуты Александровны Фадеевой об интеллигенции и о среднем классе. И, в общем-то, она показала, что до, по крайней мере, середины XIX века средний класс стремился и буржуазер, в том числе, стремились сформулировать собственные свои, так сказать, ценности и о поведении и, наоборот, как-то противопоставлялись. Но, тем не менее, лордов убрать не могут никогда. Да, их убрать не могут. И что меня совершенно потрясло, что они все политические вопросы решают не с парламентами до сих пор, а, как они говорят, ну, хоть это неправда, они решают в своем клубе консерваторов. Естественно. Куда никто не входит. Дело в том, что, конечно же, парламентские премии, да, и вот опубликованные премии, это вот такая вот верхушечка айсберта. Там под водой скрыто все, что, все взаимоотношения, договоренности, переговоры, вот вся эта политическая кухня, она там внизу. Почему и, так сказать, пренебрежение идет. А, нет, это скрыто, скрыто. Это там скрыто, это там закрыто. Поэтому, чего это все смотреть? Но все равно вот эта верхушка, без нее мы не поймем содержание до конца того, что скрыто попадает. То, что мы можем найти в мемуарах, переписки, воспоминаниях, дневника к этому всему. Конечно, мы должны быть на их стороне, когда мы изучаем. Мы изучаем, вот так, это очень потрясающе совершенно, вот когда открываются новые совершенно моменты по периодам и так далее. Отсюда долгий период. Развивало. Да, долгий период. Спасибо большое. А, если забыли? Да, у меня был вопрос, после того, как происходило распространение прессы, вот скажем, если столичные газеты, они были только на Лондон ориентированы? Или было какое-то, в сути, система распространения? Может быть, и развозили. Потому что почтовая служба начинает работать с конца 17 века. Я думаю, подписка была. Вот журналы как раз. Журналы, да, а газеты? Газеты, я думаю, вряд ли она была организована в 18 веке. Вот, судя по истории Лондона, вот мне нигде не встретилось, чтобы там развозили. А вот уже в 19 веке, когда утро начинается... Я думаю, так было организовано. Мы получали уже столицы мира. Да. Извините, пожалуйста, Максим Дорышев. А вы не подскажете, а стоимость газет известна? А сколько стоимость газет? Ну, дорого, дешево там. Ну, дорого, конечно. Если каждая страница облагалась налогом, да. Известно, известно, что вот эта вот политика реджиста, да, он, когда обошел налог, то она стоила 2 пенсии. 2 пенсии, да. Это в начале 19 века. Ну, как это соотношение? Здорово, дешево. Это дешево. Какие-то... 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 Ну, наверное, кусочки, я думаю, что... Некоторые журналы, вот я видела, там на обрушке стояло 1 фунт. Это очень... Это дорого. Некоторые журналы во всех странах, особенно в нашей Москве. Это нарушается. Даже неправильно человек может пересечь, и ты упадешь. Вот так вот. Потому что он не с той стороны идет, не по правой стороне. Вот, вот, что касается поведения в обществе, какое бы было развитие этикета? Ну, знаешь, вы... Газеты в том задавали какую-то этому... Да. Они себе изобразили парламентское общество. Парламентское... Да, вот как они себя... Смаковали, демокрировали. Как они видели себя? Вот согланялся какой-то вам? Были ли какие-то правила? Ну, конечно, в обществе не может быть правила. Да, не может. Но как они выполняли? Ну, Ларис Лёвовна, я... Это так далеко от меня. Все вопросы этикеты. Так что это... Конечно, порядок какой-то. Изменения происходили в 80-е годы 18 века. Интерес к парламенту был огромный. И вообще у великосветских дам это вошло в такую любопытную привычку. Они посещали все наиболее важные заседания, имели там свои закоулочки на этих галереях. С этого... Такую моду была Герцогиня Диванширская. Это было... Герцогиня Диванширская. Вот это вот говорит о активизации политической жизни и о формировании гражданской общества, зачатков, да? Да, каких-то элементов. Такой период... На самом деле, вообще, Марина Павловна, вы как вот такой отважный человек взяли вот такой объемной теме, такой большой круг. Вот для такой огромной темы, да? То есть вот когда вы еще говорите там 19 век, я еще как-то так, ну, настороженно, а уже когда сказали, что еще и до 7 минут. А циты возьмете. То есть тут я, конечно, уж совсем вот у вас. На самом деле, черт в деталях. Очень много в этой теме может быть, казалось бы, мелких вопросов, которые могут вывести на существенные, серьезные выводы. Потому что вот мы работаем с книжной культурой, например, да? То есть вот, о которой вы вначале упомянули. Ведь вот в прошлую среду у нас был очень интересный круглый стол по маргиналиям, да? Вот по записям на полях рукописи. То есть это вот среднекомный материал был. И вот когда там медивист, вот каждую точечку, закорючечку, вот это все, а у вас вот такой комплекс источников. А газетки-то тоже, небось, исписаны, не бывают. И небось, там читатели тоже свои комментарии какие-нибудь оставляют. Газетку-то портить не так страшно, как книжку или рукопись. Можно и поругать кого-то, и написать слова какие-то. Они писали редактор. Редактор. Они обращали. Это же интереснейший блог. Это отклики читателей. Я как раз и хотела, чтобы вы уже вот нам сказали, что, конечно же, практики чтения газет тоже существовали, но они уже несколько изменяются от среднеком к новому времени. Совсем мелкий вопрос по существу. Значит, вот вы сказали, 18 век, публикация панфетов в газеты. Дайдер был недоволен тем, как это было. Кто готовил эти публикации? Можно ли как-то понять? Кем они готовились? Ну, то есть они публикации, насколько они соответствовали тому, что это реально происходило? Ну, они были достаточно приближены. Приближены? Достаточно приближены. И если судить, так сказать, по жизни некоторых людей, вот тот же Джонсон, Диккен. Потому что журналисты-то еще не ходили, да? То есть они с 1831 года допустили в Парламент? Нет, я думаю, раньше. Но вот насколько раньше, это, к сожалению... А ты сказали, что с 1831 года разрешение получают? Нет, нет, нет. Начал издаваться Джентльменс Магазин, а публикует он с 1838 года. А с 1831? А с 1831 он начинает издаваться. А вот. Дело в том, что Парламент же несколько раз горел, и вот галереи, по-моему, все-таки, они появились в начале 18-го века. Но с другой стороны, насколько мы помним, да, то и судебный процесс над Карлом, он тоже был в присутствии в обществе. Да? Поэтому вот когда конкретно для специальной галереи, это надо смотреть архитектуру Парламента. Это я обязательно посмотрю, потому что я сама этим заинтересовалась. Вот. И судя по всему, вот туда отправляли молодых. Чёртки, надо посмотреть. Да, да. Вот здание. А вот видите, какой объемный вопрос. И, насколько я понимаю, туда отправляли молодых корреспондентов, которые были способны выстоять и стоя это записать. Физически сильно. Потому что Дейкенс начинал с того, что он был парламентским корреспондентом в 19 веке, Джонсон начинал с того, что он был парламентским корреспондентом в 18 веке. Тот же вот Джон Эрман, который стал издавать журнал, он тоже, видимо, начинал вот совсем молоденьким. То есть вот это вот туда отправляли владелищих грамотой, способных вот выстоять. Выстоять, физически выстоять. Поэтому они и готовили, они приносили, это тут же шло в набор, чтобы на следующий день это пошло в газету. Они были заинтересованы. Конечно же, конечно же, очень бы хотелось услышать результаты более тевотрубического анализа. Как писались эти все вещи, да? Какого уровня художественные тексты выходили из фопера ваших героев, которые создавали вот эту картину парламентской жизни, да? Это то, что я говорила в конце, да, что это можно этим заниматься совершенно разных ракурсов. Но мне очень понравилось высказывание, потому что одного публикатора всех этих материалов, Джонсон, Самуэля Джонса, он написал, что Самуэль не стремился к точности. Он старался передать то, что хотели сказать. Но я бы от себя добавила то, что по его мнению они хотели сказать. Замечательно. А вот тогда, в этом случае. А потом, простите, а потом вот эти вот отчеты легли в основу парламентской истории. Замечательно. Так вот, тогда вот ваш вывод, что анализ прессы дает определенные представления, определенные средства общества, информация влияет на общественное мнение, общественное мнение как бы, и является отражением общественного мнения. Так не является ли это отражением кривым таким? Оно, на мой взгляд, может быть кривым в отдельных вопросах, в отдельных деталях. Но почему я взяла именно 18-19 век? Показать вот само направление развития, да? Потому что, собственно, в 19-м купе, получила эти права, Хенсер приступил к изданию, и вот на протяжении 19-го века он издавал эту красно-оранжевую обложку, потом отдали права, все. Собственно говоря, там много говорить не о чем, да? А вот само вот это вот начало, это борьба за право знать, что там происходит. Вот, собственно говоря, кто владеет информацией, владеет миром, да? Да. То есть, как бы, вот основной баскут, которым, мне кажется, важен. Я так представляю, я как бы вот уже мнение сейчас твоё высказываю, что вообще, на самом деле, у Марины Павловны такой публичный был первый заход. На эту тему, да? На эту тему, то есть вот этот первый такой публичный заход на эту тему. Поэтому может показаться, что на многих-многих деталях Марина Павловна остановилась. И сейчас только что она сказала о том, что важно было показать общую динамику, да? Процесс. Процесс, который, конечно же, безусловно, самое начало, да? То есть такая самая первая точечка, всё начинается с точки на белом листе. И вот такая маленькая точка на белом листе, которая, безусловно, может превратиться в блестящую, блестяще реализованную исследовательскую тему. Причём с учётом самых разных типов источников. К сожалению, одним газетом, как мы уже поняли, как вы уже об этом сказали, здесь никак не обойдёшься. Потому что я думаю, что придётся поднять возможные исследования, возможные материалы, связанные с издательским делом, да? То есть связанные с типографиями, связанные с реализацией, с системой реализации данной продукции. Тогда мы понимаем уже вот социальный круг людей, которые в этом были заинтересованы. Я абсолютно уверена, что, конечно же, общество-то, оно было не настолько разорванным, разобщённым, как теперь. Потому что темпы были другие, коммуникации были другие. И, безусловно, оно было более, вот это информационное пространство, оно было более сжатое. И, возможно, поэтому более динамично. Я это предполагаю, я не знаю. Это, может быть, динамко когда-нибудь ответить на этот вопрос. Ну, что там покажут источники, какие они нам дадут ответы, да? То есть, вот, найдём ли мы все вопросы. Да, найдём ли мы все вопросы. Поэтому я думаю, что на самом деле, Марина Павловна, вам очень предпочитает просто вот огромный труд. Даже выстроить вопросник, да, как бы вот к этой теме. Он довольно большим, может быть, и сложным. И один вопрос может тянуть за собой другой. То есть, на самом деле, золотая жила. Вот тогда, если... Просто золотая жила. Невальственная Слава, если пытаться отвечать на все вопросы, которые одно тянет на другое, то окончательную точку мы уже не подставим никогда. А правило, процесс, всю жизнь. Вот. Поскольку меня интересовала публикация парламентских материалов, когда из закрытой конференции оно выходит, и я и говорю, что пресса, вот мы берём только один аспект этого среза, да, жизни общества, только один аспект. Вот. Работ много, мне кажется, тоже. Мне, я, в общем-то, честно говоря, увлеклась и неожиданно для себя обнаружила вот те публикации, о которых я даже и не знала. Я читала в Вашей статье, которая опубликована в заказе на истории, да, что получается так, что вот именно пресса, связанная с парламентской полемикой, подготовила общество к восприятию уже более серьёзного исторического чтива, да. Я правильно понимаю, да? То есть вот то, что в статье показывали. Там немножечко другой аспект. Аспект другой, да, но это взаимосвязанные процессы. Это абсолютно, вот это настолько взаимосвязанно, не даром я упоминала. То есть не от большого к низкому, да, а вот наоборот, то есть вот эта вот массовая. Если мы говорим о кофейнях, да, то мы, конечно, должны учитывать вот эту культуру кофейн, которая с конца 17 века. В Лондоне было среднее где-то 500 кофейн в 18 веке. Вот ежегодно действовало, да. Какие-то из них превращались в клубы, там, допустим, брокеров. Здесь собирались лиги, там, тори и так далее. Всё это было. Но, тем не менее, их прозвали «Университет за пением». Почему? Потому что там на столах всегда лежали газеты. И кто-то мог сидеть, читать вслух. А были практики, практики чтения были разные ещё. Ещё один, поп, ещё один. Да, сидели, обсуждали последние новости. И человек даже, вот зашедший на минуточку, как я читала в литературе, что зашёл там спросить, справиться, куда пошла его жена, и он втягивается в эту полемику, он там может просидеть. В общем, там могли сидеть и целый день. И информационная конструкция в истории. И вот-вот-вот откуда эти все фейсбуки, сообщества, и он там может просить и целый день, уже никогда туда не выйти. И эти практики, они тоже нам уже оказываются известны. И мы даже понимаем, как их развивать, как их управлять, как с ними бороться. То есть, на самом деле, вот почему важно обращение вот к этим темам? Потому что, вы понимаете, меняются только носители информации. Всё остальное. А потребность и потребление. И потребление, да. Конечно. Всё остальное. То есть, вот, антураж остаётся тот же самый. И когда мы говорим, что... Я, как бы, всё равно не устану это повторять, что когда, вот, вырывается, взрывается вот эта вселенная Бутенберг, то есть, наоборот, вот она, как бы, начинает развиваться, вот эта вселенная Бутенберга. Расширяться. Расширяться, да. Когда печатная книга приходит, была рукопись, была рукописная. Мы смотрим, насколько традиционным является преемственность, какая между традицией рукописи, традицией печатной книги. Что меняется? Меняется просто охват, да, людей. То есть, знания становятся вообще доступны, практически, вот, любому более-менее стремящемуся к этому знанию. Что мы берём? То есть, вот эта вот та самая информационная революция, которая переживалась европейским обществом в XVI веке по полной программе, то есть, вот, совершенно точно уже, да, центрами это были университеты, типографии, издательские дома. Сейчас мы переживаем ровно такую же ситуацию. У нас изменился носитель информации, то есть, у нас появилась сеть, которая распространяет информацию с невероятной скоростью просто, да. То есть, меняется только носитель информации. Если мы поймём, каким образом информация распространяется, вообще, как управляется именно историческая информация, да, как формируются эти потоки, то, в принципе, я думаю, что всё это окажется очень даже актуальным и востребованным сейчас. И тема, с которой связана Марина Павловна, она, конечно же, безусловно интересна с точки зрения исследовательства и с точки зрения социального, да, то есть, она может дать интересные выходы и для современного общества возможно, если это правильно использовать, опять же. почему историки никому не нужны, потому что мы никак не можем объяснить, как же нас надо использовать, как надо использовать то богатство, которым мы владеем, да, вот просто это надо уметь объяснить, потому что результаты вашего исследования, они могут быть интересны со всех точек зрения. И мы все очень благодарны за ваше сегодняшнее выступление. Спасибо за с тобой, спасибо всем, кто сегодня пришёл. И я думаю, что мы ещё не один раз вернёмся к этой теме. А вас я прошу подготовить именно статью, которая являлась постановочной, да, вот так, как вы её нам сегодня предлагали. Я бы так сказала, как у нас, значит, цивилизация, промоциализация, я теперь научилась этими всеми словами, вот, то есть исследование, протоисследование, то есть вот то, 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 что предваряет, и это самое интересное, потому что вот идёт нащупывание тех точек, да, которые реально могут дать хорошие результаты. Но только успехов можно пожелать. И ещё раз большое всем спасибо за нашу сегодняшнюю встречу и работу.